Итак, боец в синем углу, чемпион Республики Дагестан по ММА, чемпион России по Киоко Шинкай, 26 лет, рост 178 сантиметров, вес 77 килограмм ровно. Это его профессиональный дебют ММА, представляющий клуб боевой, Орел, город Хасавюрт, Дагестан, Халид Камилов. Боец в красном углу, чемпион Чеченской Республики по грепплингу, победитель многочисленных турниров по греко-рибской борьбе, 28 лет, рост 18 сантиметров, вес 77 килограмм ровно. Это его профессиональный дебют ММА, представляющий бойцовский клуб Хамза, Грозный, Чеченская Республика, Алихан Мурдалов. Ну и Александр Сидорин, рефериев на вактагоне. Работаем два раунда по пять минут на протяжении всего боя, слушаю внимательно, мои команды. Рассказывает бойцам, что они могут делать, что они делать не могут, но они, конечно же, об этом прекрасно знают, но иногда полуборьб забывают вот о тех вещах, которые они имеют права делать здесь на ринге. Ну вот цепляются за сетку, это мы сегодня с вами уже видели, но такое бывает, что ж поделаешь. Вот бой. Итак, Чечня против Дагестана, и первый удар наносит у нас Алихан Мурдалов, бойцовский клуб Хамзат он представляет. Справа пропустил сейчас Алихан от своего соперника. Работают коленями оба бойца. Алихан переводит своего соперника в партер. Интересное положение у нас там сложилось в углу октагона. Ну что, пара ударов прошла сейчас у Алихана Мурдалова. Правда, пытается... Ага! Болевой на ногу. Удастся, не удастся? Цепился Алихан, конечно, крепко. Очень больно сейчас Халиду Камилову. Да, вырвались. А вырвался все-таки боец из Дагестана. Прихватил его Алихан Мурдалов, но все-таки чеченский боец не смог довести вот этот свой болевой прием до логического конца. До сдачи Халида Камилова. Но я смотрю, не прихрамывает ли боец из Дагестана? Да нет, показалось. Тем более, что и ногами активно он достаточно обрабатывал Алихана Мурдалова. Ну что, снова внизу Халид Камилов, снова вверху Алихан Мурдалов. Ну это удар скорее в плечо, чем в голову или по ребрам со стороны Мурдалова. Активно защищается сейчас Халид Камилов. Удары в общем и целом, конечно, не проходят у Алихана. Ну что, будет попытка удушающего или там болевого? Да вроде пока нет. Пытается что-то там сообразить Халид Камилов, но вырвался, вырвался у нас. Алихан Мурдалов продолжает атаковать чеченский боец. Сейчас половина первого раунда у нас уже прошла. Хорошо, что я сижу за спиной судей-хронометриста и могу, так сказать, иногда время от времени смотреть на его хронометр. Сколько там времени у нас осталось до окончания раунда или поединка. Ну да, Александр Сидорин понимает, что в общем-то патовая ситуация там у нас в партере, поэтому поднимает бойцов в стойку. Пятый бой, напомню, пятый рейтинговый бой. Алид Камилов из Дагестана против представителя бойцовского клуба Хамзат Алихана Мурдалова. Ну вот очередной у нас партер. Пока по большому счету без инициативы того или другого бойца. Поднимает опять соперников Александр Сидорин в стойку. Как-то в партере ни у того, ни у другого не получается активное атакующее действие. Вот коленями вроде бы работают оба парня. Ну и снова попытка, удачная попытка Алихана Мурдалова продолжить борьбу в партере. Вот там бы еще и сделать что-то интересное чеченскому бойцу. Но пока Алихану это не удается. Удары такие чисто номинальные. Ну и очередную попытку гильотину соорудить предпринимает Халид Камилов. Нет, гильотина сегодня не удалась. Ну, во всяком случае, в этом моменте подтягивал там одну ногу свою Халид Камилов. Но активно оборонялся Алихан Мурдалов. Ударов нет. Снова очередная патовая ситуация. Смотрю, сколько до окончания раунда. Времени немного. Около полуминуты. Никак не могут друг за друга уцепиться должным образом бойцы. Ни болевой не получается, ни у того, ни у другого бойца, ни у душающей. Ну, вот так вот. Хотя подсказывают там, подсказывают секунданты Халиду Камилову, что надо болевой применять. Но гонг. Отдохнем. Пока. Раунд номер два. Второй раунд. Не смотрим, кто начнет его с активных действий. Ну, удар ногой. А в исполнении Алихана Мурдалова выцеливает свой удар Халид Камилов. Ну, и лоу-кик. Точнее, попытка лоу-кика, потому что нога там просвистела по воздуху, не достигнув ноги Алихана Мурдалова. Несколько ударов, несколько попыток ударов было в исполнении Халиды Камилова, но ни один из них не достиг цели. И снова вот эта цепкая, вязкая борьба в партере. Пытается пробить, конечно, своего соперника Алихан Мурдалов. Но вот смотрите, такие подвижные ноги у дагестанского бойца. Он, в общем-то, обороняется достаточно активно. Не просто там сцепляет замок на поясницу у своего соперника, но пытается сделать это как можно активнее. Так, чтобы сбросить Алихана Мурдалова, ну и, может быть, даже завладеть инициативой. Ну что, вот такие дружеские объятия двух бойцов в середине октагона. Да, Александр Сидорин решает, что все-таки нужно продолжить бой в стойке. Не очень, да, получается у этих парней в партере. Но почему-то то один, то другой все-таки борьбу в партере привести старается. Опять вот махнул ногой по воздуху Харид Камилов. И что? Долго ли парни будут в стойке? Мурдалов инициатор того, чтобы борьба продолжалась в партере. Ну что, перевел своего соперника в партер Алихан Мурдалов. А что дальше? Вот уже несколько раз мы по ходу этого боя задавали вопрос. Партер, а что дальше? Пока продолжений не следует. Пока опять цепкая, вязкая борьба, когда один соперник вяжет руки другого. Но может быть сейчас что-то у Мурдалова получится. Но там приклеился, конечно, к нему Харид Камилов. Бьет, конечно, сейчас Алихан Мурдалов. Но только сейчас, по-моему, удары начинает понемножечку достигать цели. И тем более встречными ударами пытается там отбиваться Харид Камилов. Ну все, удастся от себя отцепить дагестанского бойца Алихану Мурдалову. А в общем и целом удалось. Но опять же называется руки в руки, руки в руки. Не получается до конца освободить руки Алихану Мурдалову. Активно обороняется Харид Камилов. И очень равный бой соперников, которые пытаются, конечно, друг друга как-то перебороть. Но сейчас, конечно, активнее Алихан Мурдалов. Может быть, сил осталось немножко поменьше у Харида Камилова. Но я смотрю, пропускает ударов все больше и больше боец из Дагестана. Пытается он подняться. Ну или хотя бы сменить позицию. Потому что когда соперник сидит на тебе вверху, мы осыпаем тебя ударами. В общем-то, не очень приятно. Это, конечно, не добивание, но я говорю, и вы сами видите, ударов все больше и больше. И все чаще они достигают цели. И сколько у нас до окончания поединка. Но есть, в общем-то, еще время у Алихана Мурдалова. Нужно бы, наверное, поактивнее быть чеченскому бойцу. Но, с другой стороны, каждый действует так, как позволяет ему соперник. Удары есть. Тайм-аут. Ну, во-первых, весь в крови у нас сейчас халит Камилов. И все может закончиться тем, что врач снимет дагестанского бойца с поединка. Хотя, вот видите, вот это место, там, возле брови, там, как мне рассказывали, находятся вот такие... А, все. Вот пока я хотел вам рассказать, что такие сгустки капилляров там находятся. И что крови много получается, когда вот удар приходится именно в это место. Ну, и вот рефери. Рефери показывают, что бой надо прекратить. Секунданты дагестанского бойца подошли к главному судье. И, в общем-то, говорят, что ничего страшного не произошло. Их боец может продолжать поединок. Ну, вот какое решение у нас будет принято. Ну, я думаю, что судьи от своего решения не откажутся. И бой будет прекращен. Победа будет присуждена Алихану Мурдалову. Ну, вот даже время, в общем-то, назвали, когда этот бой прекратился. 4.27. 33 секунды было до окончания второго раунда. Да, решение судьи останется неизменным. Победу в этом бою одержит Алихан Мурдалов. Все-таки перевел он своего соперника в партер. И там, ну, добить не добил, но в травме привел. Итак, ввиду того, что врач турнира снимает с боя бойца в синем углу Халида Камилова, победа присуждается бойцу в красном углу Алихану Мурдалову. Субтитры создавал DimaTorzok